Населённый пункт Марьина Грива в пригороде Новосибирска. 1969 год. В посёлке появляется загадочный слепой старик. Он утверждает, что знает, где спрятано золото Колчака. Речь идёт о значительной части запаса всей Российской империи. Понятно, что это был один из самых крупнейших запасов не только в Европе, но и в мире. В ноябре 1918 года золотой запас страны переходит в руки адмирала Колчака. Значительную часть он закладывает под кредиты на вооружение и амуницию. Остальное забирают большевики. И вроде бы искать больше нечего. Сохранились все необходимые документы, которые в совокупности позволяют проследить судьбу этого золота до последнего золотника практически. Однако слухи о спрятанном золоте не затихают по сей день. Его до сих пор ищут в Марьиной Гриве на Байкале под Читой. Так где же находится золото Колчака? Большинство кладов обнаруживают при одном из двух обстоятельств. Кто-то случайно находит в земле ящики с ценными предметами. Либо самый рядовой гражданин неожиданно получает от родственника сведения о схроне или тайнике. Кладоискатель Владимир Порываев готовится к очередной экспедиции. В этот раз он надеется обогатить не только себя, но, возможно, и всю Россию. Там тонны. Вы можете представить, что это более трети золотого запаса России? Там тонны. Это монеты российские, причем даже там и 18 век, и 19 век. Слитки. Это какие-то вещи, которые художественно-историческую ценность имеют. Это, насколько я в курсе, листовое золото. То есть там, ну, это тонны. Речь идет о значительной части так называемого золота Колчака. Вот уже столетия оно будоражит воображение кладоискателей. Существует не менее дюжинный легенд о том, где адмирал Белой Армии якобы спрятал львиную долю золотого запаса Российской империи. Но откуда подобная информация у Владимира Порываева? В мою кладоискальскую контору несколько лет назад обратился житель Краснодарского края. Ну, назовем его Виктор, например. И рассказал примерно такую историю. Это уже так весьма пожилой человек. А его родной отец, он принимал участие в освобождении Вены. Вот, воевал в Австрии. Но какое отношение к Колчаку имеет сын советского офицера, который освобождал Вену в годы Второй мировой войны? Посетитель кладоискательной конторы выкладывает на стол карту, которую он получил от своего отца. На ней крестом отмечено место, где спрятано золото Колчака. Человек, назвавшийся Виктором, рассказывает невероятную историю. В последние дни своего правления адмирал решает спрятать часть золотого запаса, которым он распоряжается как верховный правитель России. Это может быть вот эти вот много тонн, занимать очень небольшую площадь, очень небольшую. Просто это, например, в шахту куда-то. Вот, или это... Это может быть небольшая очень площадь, там 5 на 5 метров. Вот, и найти ее без специальной техники очень проблематично. Однако место закопанного сокровища кладоискатели держат в тайне. Поэтому стоит проследить весь путь адмирала Колчака с момента, когда в его руки попадает несметное сокровище. До Первой мировой войны золотой запас России хранится в Петроградском отделении Государственного банка. Однако в 1915 году немецкая армия приближается к северной столице. Золото спешно эвакуируют в Москву, Самару, Казань. Наибольшая часть в конечном счете оказывается сосредоточенной в хранилищах Казанского банка. Казанского банка, точнее, Казанском отделении Государственного банка Российской империи. Почему в Казани? Не только потому, что географически это центр практически европейской России на Волге, но и потому, что Казанское отделение Государственного банка было очень хорошо оборудовано по последнему слову тогдашней банковской техники. После революции Московское и Самарское хранилища попадают в руки большевиков. А вот Казань занимает генерал Владимир Каппель. Он захватывает золотой запас и передает его Колчаку, возглавившему Белое движение. В сентябре 1918 года в Уфе состоялось государственное совещание, на котором были представлены практически все, за исключением Белого Юга, правительства антибольшевистские, существовавшие на тот момент в России. И вот представители этих правительств приняли решение о создании всероссийской временной власти. Верховным правителем России становится адмирал Александр Колчак. Ученый, флотоводец, герой русской-японской войны. В антибольшевист-концентре полагают, что авторитет адмирала поможет собрать воедино разрозненные очаги Белого движения. Итак, в руки Колчака попадает свыше половины запаса Российской империи, 650 миллионов золотых рублей. Фантастическая сумма! Но как же выглядит все это богатство? Писатель и историк Алексей Пензенский изучил этот вопрос досконально. Это были слитки, в основном монеты, а также золотые полосы и кружки. То есть заготовки для золотых монет, потому что кружки начеканиваются из полос, и на кружки уже наносятся потом штемпелем аверс, реверс. Вот, кстати, с точки зрения нумизматов, там были экземпляры, стоившие дороже, чем металл, из которого они были отчеканены. Что и говорить, охотники за золотом Колчака прекрасно представляют, какое богатство их ждет в случае удачи. Поэтому они даже зимой ныряют в ледяную воду Байкала. Ведь именно туда, по легенде, упал золотой эшелон, перевозивший запас Российской империи. У меня есть старый-старый товарищ, давно, правда, не видел, Сергей Князев, он афганец, майор. Он был в тех краях, служил, и он рассказывал, во всяком случае, что сам лично видел под водой лежащий на боку паровоз. Вот было солнце, вода, хотя и темная, но прозрачная, и вот какой-то момент, когда солнце пробивает лучи, переломы идут вниз, вполне возможно, что это имеет какое-то отношение к той истории. Разумеется, нашедший золото вряд ли станет этим хвастаться. Поэтому доподлинно ничего не известно. Тем не менее, ходят слухи, что время от времени черные дайверы поднимают со дна Байкала отдельные слитки. И, как говорят, с клеймом золотого запаса России. Клеймы на этих слитках, они соответствовали тем клеймам, которые были на слитках, ну, золотого запаса Российской империи. То есть это совершенно точно принадлежало именно к золотому запасу. Это совершенно точно принадлежало к тому золоту, которое перевозил Колчак. Но как паровоз мог оказаться на дне озера? В поезде, до предела загруженным золотом, Колчак направляется в Иркутск. Именно там, в Сибири, сосредоточились антибольшевистские силы. Адмирал спокоен и уверен в себе. Он еще не знает, что мчится навстречу своей гибели. Было принято решение о переносе столицы в Иркутск. И поезд верховного правителя, поезд с золотым запасом последовали по второму пути Транссиба, обгоняя армию, обгоняя эшелоны с беженцами, эшелоны с правительственными структурами, пошли к Иркутску. Однако в пути с Колчаком начинают происходить роковые события. Поезд с золотым запасом, по сути дела, переходит под контроль европейских союзников адмирала. А именно, под контроль иностранных военных. Преподаватель Московского педагогического государственного университета Василий Цветков, один из ведущих специалистов по белому движению. После того, как Колчак оказался фактически заложником союзников, заложником Антанты, заложником Чехов, в частности, уже на станции Зима, и золотой эшелон, золотой запас тоже был взят под контроль Чехов. Причем все это было проведено без какого-то вот такого предварительного согласования. Не последнюю роль в этой истории сыграют так называемые белочехи. Они участвуют в Первой мировой войне в составе германской армии. Но затем целыми полками переходят на сторону русских. Во время гражданской войны Белое командование использует их в своих целях, угрожая вернуть в Германию. Это был легион, который был сформирован из чехов-перебежчиков. Они были подданными австро-венгерского императора и обязаны были служить. Их бросали, причем, ну, как всегда, славян, там были не только чехи, там были еще и, между прочим, и сербы воеводинские. Ну, как пушечное мясо их использовали. Во время гражданской войны Чехи защищают Транссибирскую магистраль от партизан-большевиков. Но мечтают они только об одном – вернуться домой. Когда армия Колчака начинает терпеть поражение, братья-славяне легко предают верховного правителя. Они помогают красным чекистам захватить золотой эшелон адмирала в обмен на собственную свободу. Как и всякая история золотого запаса, здесь она богата на события, на разные интриги. И понятно, что люди, в зону которых, в зону внимания которых попадало это золото, они испытывали крайне искушение и, соответственно, проявляли кто-то алчность, кто-то подлость, а кто-то вел себя честно. Колчака арестовывают и передают большевикам. К ним же переходит и часть золотого запаса, которую контролирует адмирал. О том, что было дальше, повествуют легенды. По одной из версий, во многих ящиках, переданных белочехами, оказываются кирпичи. Тем временем, из Иркутска на восток мчится паровоз, груженный исчезнувшим золотом. Чехи рассчитывают доставить его во Владивосток, а оттуда отправить пароходам в Европу. Их путь пролегает вдоль озера Байкал. Обнаружив пропажу, большевистские чекисты минируют рельсы на пути следования состава. Взрыв происходит на мосту, и паровоз падает на дно озера. Только вот в этом месте эти вот обломки этих вагонов, ну и рельсы тоже, как будто это было взорвано, такое впечатление. Потому что рельсы тоже там, и вагоны, и рельсы под водой есть, вот. И видно, что в вагоне не было людей, не было вещей. Поэтому вагоны старинные, ну, не вещей человеческого обихода, не золота. С тех пор тайна бездонного озера притягивает разного рода ныряльщиков, аквалангистов и искателей кладов. К слову, среди них порой встречаются весьма авторитетные специалисты. С 2008 по 2011 год глубины Байкала исследуют российские подводные аппараты МИР. Анатолий Соголевич заведующий лабораторией глубоководных обитаемых аппаратов Института океанологии Российской Академии Наук. Он стал одним из руководителей этих байкальских экспедиций. Конечно, было проведено много исследований с помощью приборов, которые опускаются с борта судна. Значит, водолазы там проводили исследования на мелкой воде. Ну, а вот наши аппараты были первыми, которые, значит, провели действительно глубоководные исследования и вообще, говоря, сделали довольно много открытий. подводные аппараты МИР, разработанные российскими учеными, признаны лучшими в мире. Именно поэтому с их помощью режиссер Джеймс Кэмерон снимал свой легендарный Титаник. Начиная с 2008 года, МИРы изучают Байкал. Помимо научных задач, аппараты исследуют то место, где, по мнению историков, может находиться золотой эшелон. Евгений Черняев один из разработчиков аппарата МИР. Во время байкальских экспедиций он лично спускался в своем батискафе на дно озера. На самом деле мне посчастливилось найти запчасти именно старинного вагона тех лет. вот это запчасти были подняты, их обследовали и это было подтверждено. Ну и по тому, что было видно, что это на заклепках, детали были соединены, то это тоже было понятно, что это тех лет вагоны. Поначалу все, что удалось обнаружить, это несколько обломков рельсов и фрагменты вагона. По характеру обломков можно сделать вывод, что они попали на дно в результате взрыва. Но вот редкая удача. Искатели обнаруживают что-то вроде ящика. Когда просматривали видеоматериал, ну, а я снял его достаточно крупно, в разных поворачивал, по-всякому снял, вот, и определились, что это на самом деле груз для балластировки, который загружался в нижней части вагона, в специальные ящики для лучшей устойчивости вагона. Ящики, в которых могло бы содержаться золото, оказались обычным балластом. Но вот что странно, если найденные обломки действительно принадлежат золотому эшелону, то где остальные вагоны? Где предметы обихода и останки солдат, охранявших состав? Кажется, будто на мосту просто взорвали несколько пустых вагонов. Может быть, это было для того, чтобы увести в сторону следствия, то есть поиск, чтобы не искали золото не там, где надо, чтобы можно было его вывозить где-то в других местах или прятать, а его искать будут в этом месте. Неужели эта операция проводится большевистскими чекистами для отвода глаз, в то время как золото уже лежит в Гохране? Но зачем? В этом случае слиткам и так ничего не угрожает. Есть и другое предположение. Имитировать взрыв могли белочехи, чтобы обмануть преследователей. А сами тем временем спокойно доставили драгоценный груз к себе на родину. И говорят, даже основали на эти деньги крупнейший банк. Руководитель Центра политической информации Алексей Мухин уверен, белочехи покинули Россию не с пустыми руками. После того, как они вернулись из России под гарантией большевиков, под гарантией безопасности, собственно, откупившись этим золотом, основали Легия Банк, один из крупнейших банков Чехии в дальнейшем. И, судя по всему, царское золото сыграло в основании этого банка немалую роль. Так неужели часть золотого запаса Российской империи действительно осталась в руках белочехов? Документы свидетельствуют о том, что в последние дни колчаковского режима была обнаружена крупная пропажа золота. На станции с символическим названием Тыреть пропало 13 ящиков. Украли. Перевозили в вагонах, срезали пломбу, вытащили 13 ящиков и потом пломбу поставили на место. На одной из последующих станций обнаружили, что вагон был скрыт, пересчитали 13 ящиков. Что такое 13 ящиков золота? 60 тысяч золотых рублей. И все-таки этой суммы явно не хватает для основания крупного банка. Кроме того, если чехи и имели отношение к этому хищению, то явно не без помощи русских союзников. Мы точно знаем имена всех часовых, которые охраняли эти вагоны. Просто по часам. Они все русские. Так? Так что начальником охраны был действительно чех капитан Боровичка. Значит, если предположить, повторяю еще раз, это просто предположение, не имеющее никаких под собой доказательств или оснований, что чехи принимали участие в хищении, то только совместно с русскими. К слову, этот случай мог натолкнуть Колчака на размышления. Предположим, он догадывался, что дни его правления сочтены. И после этого золото может быть разворовано. Мог ли адмирал попытаться спасти хотя бы часть запаса, спрятав его в надежном месте? Нет. Он к этому относился очень свято. Вот то, что он взял, то, что находилось под его, скажем, под его крылом, он это должен был сдать. Он действительно был в смысле чести все-таки верховным правителем настоящим, которому не могло ничего прилипнуть. Но что, если Колчак рассчитывал продолжить борьбу? Тогда ему понадобились бы средства. Человек, который пришел в кладоискательскую контору, подтвердил это предположение. Виктор рассказывает, что незадолго до гибели адмирал отправляет отряд, чтобы спрятать в тайге ящики с золотом. Слитки погружают на теплоход и отправляют вверх по реке. Далее отряд высаживается на берег и углубляется в тайгу. В определенном месте золото закапывают. Один из бойцов отряда, казак, рисует карту и крестом обозначает место клада. колчак в подразделение, которое занималось охраной защиты этого золота. Но, возможно, кладоискателям известно не все. Казак, формально принадлежавший к армии колчака, мог и не подчиняться адмиралу. У всякого казачьего войска был собственный начальник, атаман. Он-то все и решал. Атаман Семенов подчинялся Колчаку. Дефакто он был совершенно независимым и был таким царьком. Вообще-то атаманщина была одной из проблем Колчака. Он был верховный правитель, но реально он не мог заставить себе подчиняться Семенова, Калмыкова, Аненкова и множество других более мелких атаманов. В Забайкалье до сих пор ходят легенды о некогда правившем там атамане Семенове. Он остался в истории как грозный кровавый тиран. Поначалу атаман со своим войском участвует в гражданской войне на стороне Колчака. Но затем, узнав о передвижении золотого запаса на восток, устраивает на поезд облаву. Атамана Семенова за кровавые дела очень не любили. на Дальнем Востоке. И песня до сих пор поют. До сих пор вот уже выросло несколько поколений, поколений восемь, скажем так, после двадцатого года. До сих пор атаман Семенов нарицательные фигуры со знаком минус. До ареста адмирала еще далеко. А гражданская война в самом разгаре. В армии Колчака острая нехватка всего. От бумаги до амуниции. Получить на Западе кредиты удается только под залог золота. Он платил золотом за все. За обмундирование, за запасные части, за смазку для оружия. Мы там говорим Сибирь, Дальний Восток, что там неисчерпаемые резервы. Это как поглядеть. Это сейчас неисчерпаемые резервы. А тогда Сибирь, Дальний Восток это был ну не то, что медвежий угол, но это был совершенно неосвоенный непаханный край. На Восток идут эшелоны с драгоценными слитками. Для закупки оружия, питания, обмундирования. Во Владивостоке их погрузят на корабль и доставят в западные банки. Однако на станции Чита один из эшелонов останавливают головорезы атамана Семенова. Этих эшелонов было не один а пять. Так эти эшелоны собственно из Омска перевозили золото Владивосток. Как можно было отправить его за границу только морем? Уже оттуда нашло в Конконг, Лондон, Сан-Франциско и так далее. И все было хорошо с четырьмя эшелонами. Один из них был захвачен атаманом Семенов. С с тех пор появляются все новые и новые легенды о том, где атаман якобы спрятал золото Колчака. Одно из главных предположений где-то под Читой. Для переброски ценного груза он отбирает 20 человек из числа самых преданных ему казаков. Так может быть это и есть отряд о котором говорит Виктор. Описание местности которым поделились кладоискатели довольно скудное. Тайга приток реки идущий куда-то на север невысокие горы. Впрочем район Читы соответствует описанию. Однако эксперты полагают что если Семенов и решил в итоге спрятать золото то от него к тому времени остались какие-то крохи. Там было золото на сумму 43,5 миллиона золотых рублей и что с ним стало мы тоже хорошо себе представляем часть большую часть Семенов потратил на содержание своего воинства наиболее экзотическая трата была 7 миллионов рублей золота которые были вручены барону Унгерну для того чтобы он поднимал монголов на борьбу против коммунизма был ли казак нарисовавший карту сокровищ подчиненным Семенова история оставила этот вопрос без ответа интересно другое как именно карта попала в руки Виктора его отец командир Красной Армии в годы Второй мировой освобождает Австрию от армии Гитлера и тогда советские военные берут в плен крупное формирование так называемых казаков панвица был такой фон панвиц который организовал казаков из казаков белогвардейцев во время Великой Отечественной войны он организовал подразделения по указу высшего командования немецких войск сил организовал подразделения из казаков которые воевали на стороне фашистов среди пленных есть и казак нарисовавший карту сокровищ после гражданской войны этот человек бежит за границу воспользоваться картой он не может и тем не менее тщательно ее хранит в годы второй мировой он сражался под командованием группенфюрера СС Гельмута фон панвица в сорок пятом году казаки сдаются союзным войскам англоамериканцам а те передают их советскому командованию вместе с женами и детьми этот казак бросился когда уже понял что дело кончено бросился спасать свою семью и в этот момент и его и семью захватили советские войска выдача пленных происходит в австрийском городе Лиенс Возможно именно там и состоялась эта встреча Отец Виктора красный командир до революции тоже ходил под казачьими знаменами Он отпускает составителя карты вместе с его семьей Почему именно его до конца неизвестно То ли они оказались земляками то ли свобода была куплена в обмен на карту Как-то он отпустил семью казака отпустил никакие репрессии не принял закрыл глаза распорядился чтобы их не тронул и все Может быть они были из какого-то одного места может быть хутора какого-то с одной земли но то что один и второй был казаки ну они как-то как казаки между собой договорились Кстати есть и другая легенда об отряде который по приказу Колчака якобы спрятал часть золотого запаса В конце шестидесятых годов в районе шлюза Марьина Гриева об Енисейского канала находят загадочное захоронение В братской могиле покоятся тела пятисот белогвардейцев Так может быть это и есть тот самый отряд но совпадает ли эта местность с описанием Виктора вроде бы совпадает тайга река возвышенность более того однажды произошли события которые связали Марьину Гриву с золотом Колчака В 1969 году в этом поселке появляется слепой старик Он говорит что был в составе отряда посланного Колчаком чтобы спасти золото Но по пути на белогвардейцев нападают неизвестные Они убивают почти всех бойцов отряда А оставшимся в живых выкалывают глаза Знал ли этот старик что-нибудь о судьбе золотого запаса Как бы там ни было этой тайны он никому не открыл И все-таки в районе Обь-Енисейского канала продолжают появляться кладоискатели Пытаются нырять куда-то на дно озера где конечно никакого золота никогда не было или искать какую-то заброшенную шахту в тайге или еще что-то в таком духе Никакого золота там конечно же нет может быть и есть но это не золото Колчака это не золотой запас Российской империи Историки Историки полагают что несмотря на обилие разных легенд и версий судьба золотого запаса России известна до последнего слитка Министерство финансов Колчака ведет точный учет каждого потраченного слитка Это позволит современным ученым восстановить картину событий И мы теперь знаем что с этим золотом стало какие деньги за него были выручены каким образом эти деньги были потрачены и что в конечном счете случилось с последними рублями иенами франками фунтами стерлингов долларами и так далее то есть теми валютами в которых расходовались средства вырученные от продажи золотого запаса Российской империи Известный историк Олег Будницкий провел титаническую работу Он изучил все документы касавшиеся сделок Колчака с золотым запасом Будницкий работал в архивах Америки Англии Франции и Японии Одним словом объездил весь мир и потратил не один год Если подвести итог всех операций колчаковского правительства по продаже и по отправке золота в качестве депозитов в качестве гарантии под кредиты то в общей сложности за границу было отправлено золото на 190 195 миллионов золотых рублей Есть некоторое расхождение в расчетах По моим оценкам ближе к реальности сумма приблизительно 195 золотых рублей чуть меньше Итак гражданская война Оказавшись в отчаянном положении Верховный правитель России пытается получить кредиты в иностранных банках Но западные финансисты не желают рисковать своими капиталами Они выдвигают крайне невыгодные условия которые Колчак тем не менее вынужден принять Выкупить золото обратно Колчаковское правительство должно было через год и было совершенно очевидно что через год деньги ниоткуда не возьмутся Более того они должны были депонировать золото в заграничных банках с учетом тех процентов которые должны были получить банки от этих операций плюс оплатить страховку То есть на самом деле золото ушло несколько больше чем те деньги которые были получены в виде кредитов Наконец золото погружено на корабли В ожидании денег на закупку оружия и обмундирование белые терпят бедствие Армия генерала Каппеля выступает в 30-ти градусный мороз в одних гимнастерках и почти полностью погибает от холода Между тем в тылу у белых уже начинаются выступления против адмирала Очень многие таловые гарнизоны стали заявлять о том что они теперь Колчаку не подчиняются поднимали восстания поднимали бунты и конечно вот на эту часть армии Колчаку уже невозможно было опереться По сути вот накануне ареста накануне вот его уже полной изоляции он остался один То есть людей какого-то даже собственного конвоя который мог бы его защитить у него не оказалось Когда Колчак вступает в должность верховного правителя его репутация не запятнана авторитет непререкаем Но дальнейшие события все изменят Адмирала объявят тираном припишут ему жестокие казни Вышел ледокол взломал лед на Байкале вода и убивали людей в этой 30 лишним человек У борта стоял пьяный колзак у него была такая деревянная колотушка огромная тяжелая которая глушит крупный рогатый скот и он бил человека по голове этой колотушкой и живой оглушенный человек уходил под винты этого ледокола Погибли все ни один человек Колчак даже не знал об этой истории Вину в вино это меняют вменяют Колчаку Роман Валерия Поваляева о Колчаке переиздавался уже не один раз К личности адмирала писатель относится с большим почтением и работает над тем чтобы вернуть адмиралу частное имя На него возводят напраслен о том что карательные экспедиции Колчака были и так далее Я лично сколько ни работал ни разу ни одного документа я не видел карательного документа или документа о проведении операции против гражданского населения даже партизан чтобы было подписано Колчаком подписывали совершенно другие люди и даже то что он закончил вот свой путь ведь он отпустил свою охрану совершенно по-другому бы сложилась ситуация если с Колчаком была бы его охрана но охрана отвернулась от адмирала а бывшие союзники передают Колчака в руки большевиков последние дни своей жизни он проведет в Иркутской тюрьме 7 февраля 1920 года адмирал Колчак будет расстрелян а его тело спущено под лед одного из притоков реки Ангары что касается золотого запаса то золото на общую сумму 409 миллионов золотых рублей было доставлено большевиками обратно в Казань ну и потом часть пошла в Москву какие-то другие хранилища и была израсходована уже советским правительством на свои цели в том числе опять-таки значительная часть отправилась за границу но этот раз для организации мировой революции в частности финансировалась деятельность коммунистической партии в Германии восстание в Гамбурге и другие предприятия такого же рода это завершающие штрихи к картине тех событий теперь можно делать выводы о том куда в реальности разошлось золото Колчака из 645 миллионов золотых рублей попавших в руки Колчака 409 после его ареста вернулись в Казань под конвоем ЧК 195 были отданы в западные банки в качестве залога под кредиты и 43 миллиона пустил на ветер атаман Семенов поскольку речь идет не о весе золота а о валютном эквиваленте могут возникнуть погрешности в подсчетах но в целом очевидно каких-либо необъяснимых пропаж просто не было воспользоваться долгожданными кредитами Колчак так и не успел после его гибели они перешли к белым генералам Деникину и Врангелю на эти деньги собственно армию барона Врангеля да эмигрировавшую из Крыма вот уже под большевистским пулеметным артиллерийским огнем их потом расселяли на Балканах там они обустраивались вспомоществование кормежку обеспечивали это все из золотого запаса российской империи некогда крупнейшего золотого запаса в мире ту его части которая была перехвачена Колчаком вот и последний денежный ручеек как документально зафиксировано иссяк уже в 50-х годах чем закончится экспедиция Владимира Порываева это еще предстоит узнать однако ясно одно если кладоискатели рассчитывают найти треть золотого запаса их ждет разочарование в лучшем случае вероятно удастся поднять на свет только несколько ящиков впрочем и это совсем немало запаса м Субтитры создавал DimaTorzok